Я думаю так, ну я здесь в саденце садил, да, в основном они не угостили на месте сразу, питомник вращелся в сад, ну вот эта груша именно, она была здесь посадена. Ну как, если дерьмовенького саденца могла бы вот это чудо вывести? Татьяна Александровна, ну кто не знает, уже по-разному отверстия, таких людей она знает, потому что это штучное изделие, я имею в виду, садовоческое изделие Татьяны Александровны, это не с улицы дамы, она жила с садом. Климат для груш пришелся в пору, наш, потому что из тридцати пяти годов, что я тут, тридцать три засухи, а десяток такие засухи, вот, прожигал ноги себе зуба, босиком ходить не мог. Пытался сохранить здоровье, внушил себя, надо ходить босиком по саду, и не мог, земля горела под ногами, пятки дымили, в приростности дымили пятки. Вот это было же, а грушам нипочем. А тогда, скажите, пожалуйста, а грушам вот эти засухи, вот этот сухой климат, и то, что давали 5-6 метров, оказалось самое то, и вопрос их в том, почему грушами толком не занимались. Дуи было много, прерывайте на вергу, прерывайте на боярщую, прерывайте на рябину, на красную, на черную, на что угодно, кроме груш. Вот это было. И так и продавали сайты такие, которые больше одного-два года не жили. Ну, и надленность заступила до того, что я начал сартомировать стандарты, прерывайте, оказалось, что стоит им оказаться на диких подвоях, это все реально, пока общая картина. Да, теперь идем, да, смотрите, из Беларуси пришло это письмо, оно было, это, мое листевое, здравие для Републики Беларуси на уши, видите, 50%, это такое просто. Видимо, 50%, я часто отвечал, во все годы, говорит, а у вас будет, а я не знаю, а у вас расти будет, а не знаю. Я говорю, 50 на 50. Хотите, понимаете так, что есть 500, 50 это полношение, или 100 примется хотя бы 50, вот, я не знаю, как отвечать. И давайте так, Беларусь, она, в общем-то, довольно сырая. Грушу среди, они бы, я бы сказал, не пойдут, но дело в том, что пойдут, не пойдут, но они-то с советского края, вы что-то думаете, там, что. Климат, слушай, чему от Беларуси, остается пробовать, вот еще, что я написал. Родина руссульских гражданин уставок, стильный работал успешно сам Миссюрина, признавал как ведущий род селекцией, этот факт. А зачем стоит одна его телеграмма, он на правах этого, садового маршала, телеграмма, за подписью Миссюрина, об этом, благоречен. Собрать груши и прислать 17 человек, 20, эти самые, не раритетные, 20 гектаров, где груши являются эндемиком. Вот такие были, да, я читал сам. Так вот, я спрашиваю, именно для Беларуси, у вас край тоже прямой, а только за выставных континентах. Вот для меня это так же, выносливость диких, груш, усулиських, заодно китайских слив, банджурских амбрикосов, воинских вишен, яблон китаях, ассанских персиков, феноминально, и для слова выносливости она не применяется в науке, а я применяю выносливость, рассчитанную на любые грамматические зоны. Я вас не волнуюсь, и на вторую зону, и третью, и четвертую. Жаль, ваши и наши, Минс, Северхозная Академия, об этом даже не слышали. А это, чтобы все-таки миф обрался на факте, вот такие, так у меня будет все это, уходит от меня. Вот, теперь, груша, она, как любое живое свество, боится, как огня, гепатогенную зону. Вот здесь вот, сразу за моим забором, участок, брошенный всеми. На моих глазах садились, садили картошки, и думали, случайно, случайно, но не смогли собрать даже тот мешок картошки, которые посадили эти, чтобы что собрать не будет. Вот, нечаянно растет, прошло лет, последнее, кто здесь садился, прошло лет 15, и неранитирование вырезало, причем слева, там целый сад огромных тополейберов, вот, сразу. Это чисто гепатогенная зона, сюда посадишь грушку, растение будет. По эфирмах я показывал, на своем участке, на этот участок никто не претендует, и мы не стали занимать, хотя могли. Вот, вот это страшная вещь, если бы тот дом стоял, я бы в нем жить бы не стал. Страхом остался оказаться на улице. Вот это я хочу сказать, что одна из проблем, загибайте пальцы. А вот это не забываю. Одна из фраз у себя вот так, из книги старой. На Руси и старине любили груши, из-за того, что они все на ветер падали. Вот так. Это не я придумал правду. Потом я встретил ее еще пару раз, и я понял. Да, ребята, дорожили. У груши мощности ржедевой корень. Свалить ее почти невозможно, но сваливает. Итак, высокий штамп, имеем первое. Второе. Пикировка, отрезка центрального корня, с целью создать кучу боковых корней. А потом, что-то они падают. Вот это вот, раритетная рощица. Это чистейшая, настоящая уссурийская груша. Вот. Здесь, в близких двух-трех километрах, нет ни одной культурной груши. Вот. Пока не было это все прихватизировано. Вот. Мои дети туда ездили. Вот это вот переносили в наш сад. Начинал когда-то я. Но сейчас мы вырастили свое. Больше нам уже не надо. Но еще раз говорю, это бесценная вещь, надо наути. Когда Чернобаев, вы видели фотографию с огромными грушами, почему он повторил мой успех 100%? Я говорю, где ты брал эти? По двое. Оказалось, что он второй. А я себе думал, кто тут еще шарился? Второй, единственный и последний, кто знает про этот сад. А в чем ее ценность? Помните, я говорил, 100% совместимость без ухудшения качества плодов с самыми роскошными грушами. Фотографию видели, еще увидите. Вот. Декая груша в Москве. Улица Парковая. Примерно. Вот это вот одна из усилийских груш. Дерево сохранилось благодаря вот этой причудливой форме. Так как поливитие на нее уже не стал поливать. А пускай растет. Теперь она со всех сторон окружена абрикосами. Вот. Вот. Ну вот до ближайших груш метров 20-30 хватает для опыления. А может она самоплодная? Попробуй сейчас скажи. Вот она, одна из трех. Вот. Вот это вот дерево уже не существует. Его сосед спилил. Это та самая знаменитая лукашевка. Этими грушами торговала минусинский плодопитомник. Когда он съездил 30-37 лет назад, вернулся с аренцами, а мне не сказал. Я его чудом не убил. Соседа Толю. Вот. Зато когда у него начали плодоносить, а есть их невозможно. Вот. Тоже прекрасный подвой. И вот, знаете. Ну хотя бы для коллекции. То, что его можно использовать для подвоя. То, что все-таки в ней есть генокультурный груш. А если у них приживаемость будет прекрасная. Моростойкость прекрасная. Или же свои характеристики, да. Может, я уж не сравниваю. Но если бы сравнить. И может быть, беловичная совместимость при прививках выше. Ну вот спилил. В наших краях. Вот. Вот это вот. Почему так недружно зашло. Это сеянцы. Первый год. Груши. Вот тут меня Ларёныч. Как он? Ларёныч, да. Вот тут он мне может по морде. Вот тут. А те полутораметровые просто. Тоже виноваты у нас, зараза, первый год. И сходы недружные. Ну, достаточно. Ну, назовём 50%. Раз. Назовём так. Но, приглядитесь. Они прекрасно годятся для прививки. Убедитесь чуть ниже. Хотя они низкие. Ну, они такие миссистые штамбы. Вот это за один год такие вырастают. Это уже осенью. Видите, они покраснели. Вот. Ну, я вас знакомлюсь с тем, что есть. Извините, не получились полутораметровые приросты. У меня есть ещё одна фотография весной. Они такие кривенькие, горбатенькие. Вот то, что у Татьяны в руках было. Но это было весной. А осенью всё прививки. Они были осенью готовы. На следующий год они были привиты. И уже во многих садах они растут. Вот так они выкапывались. Они как бы полуторалетки. Потому что это те самые, которые были из того дикого сада. Не селятся из дикого сада. Вот приготовлены к прививкам. Прививки за столом. Потому что удобная, очень высокая приживаемость. Ну, и саженцы. Вот, смотрите. Вот. Видите, они, чтобы халтуры не было, они осенью, вот, прямо с листьями почти. Сильнейшая обрезка. Это наш принцип. Посажены на постоянное место. И прямо тут на коленях они уже и или на низкой скамеечке, они уже прививаются. Как можно ниже вот тут прививаются. Вот такая технология. Знакомьтесь. Потому что уже человек покупает в горшке. Вот. Вот это вот юноша ещё был. Здесь получалось так, что ещё как бы наш общий питомец. Четыре-пять лет назад он был ещё общий. Прошло немного времени. Вот. Вот он выглядел на год позже уже вот так. Вот здесь уже садил Сергея. Сейчас увидите. Вы видите, что такое настоящий. Попробуйте. Вот. Виноградов не даст собрать. Поприкалывайтесь. Помните, я вас учил. Скажите, что вы живёте рядом. Скажите, что приедете и выкопаете. Скажите, что... Спросите, на чё привито. Спросите, кто тут садовод, который эту красоту вырастил. Послушайте ответы. Может, запишите их. Или просто это... Давайте я же это самое... Одному тяжело воевать. У нас я не один, но полтора. Да, если брать с виноградового. Ещё там это. Вот. Вот так выглядит современный питомник. Он должен так выглядеть. Маленький, штучный товар. Зато, видите, абрикосы плодоносят. Святуты плодоносят. Ну, где вы такое найдёте? Увидите ещё в Сибири. Попробуйте. Вот. А вот здесь вот место для груш. Вот, видите? Здесь груши. А вот и они. Вот теперь это, собственно, человек, которому исполнилось 30 лет. Человек, который... Кстати, а есть тут полтора метра? Это снимок где-то примерно 2018 год. Илларионович, по-моему, есть. Он без нескольких сантиметров 2 метра у него. Я ему вот так по горлышку достаю. С трудом. На цыпочках. И что получается? Очень, кстати, снимок. Ну, я прогрушил, но снимок подвернулся. Я теперь не знаю. Хотел для вас отдельный лично вам вебинар сделать. И показать несколько сотен фотографий. А сейчас думаю, давайте вот это. Есть уж груша. Умудряется вот так вырасти. Груша. А это не самые мощные эти... Подвой и привой. Ещё. Ну, давайте так смотреть. Сильная обрезка. Этот снимок был сделан... Серёга, по-моему, много лет назад, да? Да, давно уже. То есть, меньше не стали. Это я как бы сравниваю с Благодаря Ларёнычу. Вот. Вот это вот груша под названием Лада. Как? Это Лада. И она на дереве зацвела, заплылось она в 3-4-й год. Боюсь соврать. Примерно. Так. Почему она... Она из самых надёжнейших оказалась. Чего сам не ожидал. Почему? Плоды совершенно сладкие. А это уже как бы минус для Сибири. Потому что возьмите сварок, да? Один из авторов Бойкова. Я отдельно потом покажу. Чем за все дерево, чем больше уже сладостей уже не хватает. Но там не просто урожай. У них минус. Это супер урожай. Посмотрите на всякий случай. Ну, штамп я не делал. Он довольно короткий. Здесь холмик. Вот. Пока всё. Так. Все сели. Это привитая груша. Почка росла бы себе. Бок. И всё было бы нормально. Мы её почти выпрямили. Ну, немножко бок растёт. Так. И тем не менее, эта боковая ветка насильно выпрямлена. А раз мы её выпрямили, значит, у неё хаотично. Ветки расположились так, как-то им им хотелось. Вот. То есть, они не соответствуют природе, что ли, генетике. Тот, кто исправляет генетику секатором и пилой, это самые глупые люди на свете. Только они этого не знают. А здесь, получается, генетика исправляется сама. Ну, пусть дерево немножко не удалось выпрямить до конца. Так бывает. Вон она на палках, которая была привязана. Вот. Но так получилось, что груша должна расти вверх. Груша должна расти вверх. Ветки у неё из всех плодовых деревьев максимально вертикально. Мы природу дерева изувечивали. Мы взяли боковую почку и сделали из неё дерево. Она тут же среагировала тем, что растёт вот эти вот почки. Не так, как на боковой бы ветке бросили. Вертикально. Дерево сработал инстинкт выживания. И оно растёт вверх. Они идут против природы. А почему природа требует, чтобы именно вверх не догадываться? Но я вас, хотя бы мы с вами будем знать больше их. Больше академику, потому что или академики молчат, или тот самый. Это гигант Подмосковья. Вы видели эти же плоды в руках у Чернобаева. А, извините, Чернобаев вырастил плоды весом до 540 грамм. Перед вами пока наша самая крупная. Хотя ещё раз говорю. Теденция такая. Раховская. 16 километров пешком туда и обратно. Идёт на дачу к маме. Режет черенки. Называет их. Гигант Подмосковья не обманула. После этого. Высылая черенки мне. Я поделился Чернобаеву. Ну, как оно положено. У него крупнее моих получилось. Но. Это ещё всё. Теперь Чернобаев будет уже не со мной соревноваться, а с Сергеем. Вот. Далее. Значит. Я взял. И как качество феноменального сорта. Ну. То есть. Там плоды на самом деле. Потенциально крупнее. Ну. Самое малое в два раза. Ну. Вы видели. В руках. У Чернобаева. Вот. Чуть. Ну. Там. Полчаса назад. Ну. Такая не бывает. Он их считает мелочью. У него были ещё в два раза крупнее. Вот. Вот так получилось. И теперь. Это пример как феноменальности. Ну. Кого спасибо сказать. Ну. Конечно. Не Мараховская Ирина. Селекция занималась. Увидела. Огромная груша у своей мамы. Нету такой груши. В интернете нету. Первое. Уже. Левицкого я назвал. Сортом. Уже есть левицкий. Королевский раскрутил я. Их там. Море теперь. Вот. Хотя Королевский он во Франции. В России про него и знать не знали. Вот такие примеры. Вот. Это же должно быть очень. Вот ещё груши. Вот они. Сергей оборачивает. То что вы видите. Смотрите. Штамбик. Поверьте. Груши когда тесно. Лезут вверх. Так. Не хватает солнца. Они просто не просыпаются. Вот эти почки. Получается штамп по неволе. Если бы она была одна. Пусть в горшке. Она возможно была бы более приземистая. И началась уже отсюда. Вот. Ну а дальше вы не забывайте. Что эта культура уже горшечная. Её надо выкопать. Пересадить. Сделать так. Чтобы вот эта пятнышко. И на новом месте сюда же смотрело. Если на юг. То на юг. А у Сергея все на юг. И. Если корни. А у Сергея приходилось выкопать горшок. Со слезами на глазах. Разбивать ком. Потому что какой-нибудь старик в поезде. Когда такие случаи были. Или этого. Он не может увезти. Ему надо в сумку с сухими. То есть с голыми корнями. А приедет. Посадит по эту же самую. Сильная обрезка. Сергеем сделана. Посадит опять же по эту. Чтобы не заглубить. Груши. Как и абрикосы. Боятся заглубления. И то что вы нигде. Никогда. Нет такой культуры. Не увидите. Вот этих пятнышек. Это самое. Одно из самых слабых мест. Среди саженцев. Которые настоящие. Это Дускобилов. С молодым ученым. Это тоже одна из наших этих проблем. Больше я их не видел. Это ученого. Хотел привезти еще одного. Дускобилов. Это так сказать. Это ас. Ему уже 73-75 где-то. Он давно на пенсии. Единственный. Который не боялся ничего. Ссылайтесь на меня. Я говорю. Никто мне не верит. Что у меня там неукривные пятнышки. Ссылайтесь на меня. А можно телефон дать? Можно. Вот это вот. Опять груша. И наш дорогой. Турсон Дускобилов. Турсон Пулот. Смотрит. Что когда вот эта вот. Лада. Умерла. Ветка. Я только вертикально прививаю. Горизонтальная ветка под ней. Сварог стал Ладой. Ну это уже. Не самое главное. Что вам надо знать. Так. Еще одна фотография. Здесь у меня получилось так. Что на переднем плане. Нарядная Фимова. Вот она. Молодое дерево. Следующее поколение. Вот. А через дорогу. Вот та самая. Лукашевка. Помните. Которая. Я сказал. Прекрасное дерево. Но его спилили. А это еще не успели спилить. Вот. Что получилось. Один из примеров. Так называемый. Вот. Пелегонии. То есть. Влияние. Одного дерева на другое. Безначатие. На генном уровне. Вот. У меня и такие есть примеры. Видите. Лукашевка покраснела от стена. Почему? Небрачная половая связь. Мы ничего не знаем. Покраснела. Потеряла морозойкость. Не потеряла. Вкус вроде прибавила. Но это опять слово вроде. Так. Еще один пример. Такой же. У меня этот самый. Чернобаев. Ну что это такое? Эх. Да. Да. Твоё же. Твоё. Твоё. Куда их. Чё они это самое. Такие стали. Подвигу дай. Вот это феноменальный пример. Три года назад у меня на трёх сортах груши потеряли форму лампочки. Скажем так. Сколько их лежало на земле. Вот таких вот. Бочонков. Я эту загадку не разгадал. Только один год такое было. Вот. Такую грушу я утерял. Рук не хватило. Места не хватило. Вот. Вот это вот феноменальная фотография. Шёл проливной дождь. Я стоял рядом. На этой самой площадке. Укрытая дождя. И умудрился сделать фотографию. Вот эта фотография перечеркивает всю науку. Всю. С листика на листика. С листика на листика. И как можно дальше от. На периферии. Как можно дальше от штамп. Все штампы гнеют. Вопрос в разном времени. А уж груши особенные. Вот это ещё одна. У меня такие фотографии ключевые. Смотрите. Это однолетние саженцы груши. Вот какой ужас. Какие они маленькие. Но это середина лета. Это середина лета. Они ещё вытянутся. Ну до метра двадцати. Ну тут вы конечно правы. Тут у меня по морде. Вот они такие. Груши. Это Сергей Питомник. А я сфотографировал вот из-за этого. Вот это. Святое. Никаких прореживаний. А теперь вспомните. Персик. Сколько я вам показывал фильмов. Сколько я вам показывал фотографий. Вот так рукой. Дрым. Для чего? Чтобы вот здесь вот выгнило. Чтобы везде раны были. Потеряло морозостойкость. Потеряло прочность. Это ужас какой-то. Называется ошмыгивание. Научное слово. Выпил и не знали. Что такое ошмыгивание. Любой знает. Провёл рукой. А на самом деле вот. Вот она защита. Вот для чего нужен. Вот. Груши загущаются. Теперь так. Душаркой я называю. Ну пусть в данном случае она абрикос. Это самая. Посадка была весной. А это ближе к осени. Айварионыч. Вроде ничего. Нормально растут. Это они через три года станут. Такими огромными. Что там людей под ними не видно. Вот. Но в данном случае. Речь не о росте. А даже. На тот первый год. После посадки. Так. И абрикос то поливать то. Наоборот еще. А в данном случае. Я вам показываю. Представьте себе что это груша. Вот. Место опрыскивания. Я предлагаю. Если есть время. Особенно в жару. Не бояться того. Что бояться поливать. А они заболеют. А это заболеет. Сорок градусов не болеет. Минус. А последний ряда заболеет. Вот. Да. Вода холодная. Да. Из колодца. Главное. Что после этого душа шарко. Это не полив. Это не то что обильный полив. Это просто. Душ шарко. Для того. Чтобы смыть. Тлю. Если бы она была. Здесь не бывает никогда. Чтобы смыть там. Ну. Жучки. Которые все таки. Могут грызть. Да. И самое главное. Пыль. Когда пыль. Смоется. А они. Они дышат. Они лучше себя чувствуют. Ну. Точно так же. Как любят. Помните. А уж тут-то. Деревья полива. Это святое. Они живут-то только. От дождя до дождя. И вдруг раз. Дикую жару. Когда не в мочи. Все-таки. Ладно. Это абрикос. Ну. Ему как-то сроди тут жить. Среди дикой жары. Пусть это Сибирь. Пусть мороз. Ну. По крайней мере. Не гниет. Потому что. Дождя редкость. Не считая. Последний год не в счет. А уж грушу. Та же как этот самый. Ну. Помыли. И все. И достаточно. Вот. Вот. Я специально подвал фотографии. Вот этот жучок. Ну. Оставь только. И дай ему волю. Он. Это самое. Много дыр сделать. А тут всего лишь аккуратненько смыл жучка. Вот ему. Каждый листик ценность. Наоборот. Не отрезать. А каждый листик ценность. А листик с дыркой. Неполноценная почка. Вот и все. Вопрос к количеству дыр. Точно так же как нельзя отрезать ветки. Тем более целиком. Вот. Так нельзя шмыгивать листья. Вот. Так нельзя листья давать жевать. Ну. Согласитесь. Что тут. Ряда химикатами не пахнет. Только так. Дожди в ванне. Вот с неба. Дождей. Нету долго дождей. Пожалуйста полейте. Вот. Особенно это касается привитых. Которые вот привил. Посадил. Они тут задохнут. Им прижиться надо. Ну. А с 2-3 года. Можете не подходить. Вот. Вот это. Есть тот самый единственный способ полив. Все остальное. Капельный полив. Мы это проходили. Вспомните. На самом. Когда на прошлом вебинаре. Да. Вот. Вы сходу увидели что ли. Нельзя постоянно почву держать влажной. Логическая несовместимость. Вторая причина страшная рана. А главное вы назвали. Кап. 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 Сутки кап. 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 Вот. Совершенно ничего не соображает. Еще раз. Это касается. Видите фотографии. Это же груша. Вот это. Поэтому я и говорю. Вот такое вот. Меньше всего требует полив абрикоса. Чуть больше полива груша. А уж эти тогда. Яблоня. Слева. Вишня. Тем воду подавали. А вот еще нашел такую фотографию. Это опять груша. Так. У меня тут две цели. Тут у меня растет этот самый. По-маленьку растет муравейник. Да. Я снимал из муравейника. Потом обратил внимание. Что так же. Видя почву в сарай. Здесь сухая. Вот. Вот это место святое. Будет сухо. Будет дерево. Хотя вспоминайте. Почему их нет даже в Мечурицке. Вот. Вот это тоже груша. Обратите внимание. Как легко изуродовать. И что из этого получится. Вы можете сказать. А хозяин-то сволочь. Неправильно отрезал. Надо было заподлицо резать. Вот так. Заподлицо. Вы что думаете. Здесь бы не было бы раны. Еще больше было бы. А вот это прикоп по железу. Пришла осень. Вот тут они росли. Вот прямо тут же. Вот. Впереди весна и посадка. Место надо было уже освобождать. Они посажены вот такими вот вениками. И опять заметьте. Еще листва не опала. И под ними максимально сухо. Видите. Во-первых. Эту влагу забирают корни. И сушают. И плюс остатки. Это самое. Листвы. Помогли. Выдержать. Такой сухой режим. А это сказывается на. То есть приходит весна. Все живы. Вот так. А то самое зарощенное. Она. Эту фотографию фигурирует. У Корниумова. В нескольких книгах. Вот. То есть. Его не пришлось убеждать. То почва должна быть не тронута. Ну. Хотя бы на севере. А дальше смотрите. Вот как росло. Вот это. Это груша. Да. А вот так она и растет. То что здесь нет веток. И я их не отрезал. И раны тут не делал. Еще раз говорю. Меньше питания. Могли не проснуться. Могли коротеньким отсохнуть. Вот. Но росло две. Ну и пусть растется. Если урожай страшный. Берем. Вместо вот этой дикой страшной раны. Вот тут вот. Канатом связали. Все дела. И на всю жизнь хватит. Вот. Вот. До такого приема. Как связать канатом. Голову не приходит. Нет. Надо взять ее. Вот сюда отрезать. У основа. Заля страшную скамбу. Штамбу. Страшную рану. С этого момента. Груша начинает гнить. Вот. Посажена на ровном месте. Здесь нет этого. Это мой саженец. Гниет. Вот. Это гниет мой саженец. Но он посадил на ровное место. Немножко заросло. Полива. Обильная полива. Все. Уже гниет. Вы видите. Насколько это. Что я говорю. Груша хрупкая вещь. Такая хрупкая. Значит. Мы же не знаем. Что начало. Возможно здесь не только ровное место. Возможно здесь весной была лужа. Тут трудно понять. Вот. Ну. Как я. Вот тут у меня несколько саженцев росло. Я прокопал канавку. Собственно. Ручками. Вот. Все. А то перед этим лужа стояла. Чуть земля оттаяла. А уже тут ночью. Мороз. Лед. Днем. Этот самый. Вода. Ночью. Мороз. Тут. Дождался. Уже. Руки чесались. Когда. Чуть оттаяет почва. И сразу прокопал канаву. Вода ушла. Все. Вот. А это прием касается. Прежде всего. Абрикосов. И груш. Ну. В общем. Вот. Смотрите. 500 рублевые. И 1000 рублевые. Смотри. Валерий. Подтверди. Что ты его обратно домой увез. Вот. Видите. Единственный. Кто на рынке остался. С настоящими. С настоящими. С саженцами. Настоящих сортов. Причем. Они у него. В деревне. Под названием. Означено. Ничего не замерзает. Это последний. Магикан. Тут. Вот он стоит. Тут рядом. Крым. Там. С другой стороны. Или с этой стороны. Это. Узбекистан. А там Крым. Крым. Крым совсем рядом. Ну. Ничего. Что у Сергея сразу все погибли. Когда он выписал. Ну. Он выписал ради Черенкова. Чтоб успеть. Но не успел. Вот. Сколько денег выкинул. И вот. Значит. Стоит тот. Тор. Я с ним разговариваю. Вот. Он говорит. Да. Это. Это я к Лареновичу обращаюсь. Вот рядом Крым. Нормальный. Саженцы. Я говорю. Откуда? Ну. Калую. Калую 10 километров. Скажите. Что из Крыма. И вот тогда я впервые. А вот тот питомник раскрученный. Который я не стал в этот раз позорить его. Это было второе. А это его первое. Которое с Крыма привезли. И сказали. Нет у нас сад в этом. Деревни Кало. Как Кало. А назовете адрес. И называют адрес. Я не проверял. Но главное-то не это. Слово доращиваем. Вы поняли. Доращиваем. Весь способ доращивания. Это непроданное. Надо как-то сохранить. Еще вот. Это можно назвать доращиваемым. Но они от этого северными не стали. Они все равно померзнут. И второй способ доращивания. Это когда привозят их малым весом. И в огромном количестве фурой. Или там вагоном. Как у меня Раскобилов рассказывал. Вот. Допустим. В Молдавии. Или еще откуда-то. А они потом их по госкам рассуют. И сразу на продажу. Может это называют доращиванием. Но вот последний из-за этого загибается. Сил здоровья все меньше. Последний на его физионом. Он всегда такой. Как подходишь. Никто не покупает. Вот. Ну а зачем? Вот. Вот это зачем? Кому такие нужны? Есть какой-то психологический предел. Сергей не может по 500 продавать. Разориться. В прямом смысле. Это штучный товар. А вот эти по 500. Прекрасно идут. А то, что все до единого погибнут. Они уже мертвятся. Ну вот почувствуйте. Да. А вот это. Думаете, халтура нет. Федоренко умер. Замечательный садовод умер. Это его последний. Знаете, почему нет здесь? Не буду фотографироваться. Скромность невероятная. Я говорю, да тебе народ должен знать. У тебя прекрасный сад. Нет. И все. Взял. Ушел. Посмотрите, какие прекрасные саженцы. Я всегда восхищался. У Тотарова отлично саженцы. У Филиппи отлично. Федоренко. Ну вот три. Все. Жестовские четыре. Больше где взять? Значит, это все тот же. Лукашевка. Она по краю растет. Так. А вот это. Здесь погибли все груши и все яблони. Вот они вот так вырастают. И дальше не растут. Все. Это геопатогенная зона. У соседа. Ну уж поверьте мне. Белокатовчику старому. Так. А дальше все. Вон, смотрите, вот красные игрушки. Видите? Это мои. Вон они. Это вот, кстати, то самое я говорил. Ветром надуло. Когда из-за этих красных игрушек вот эти стали красными. Но это уже другой вопрос. У меня где-то сфотографирован целый ящик. Только что это. Архив такой огромный. Ни черта не найдешь. Вот здесь геопатогенная зона. Садят. 35 лет садят. Я не привилечу. В 1984 году, когда я сюда приехал. Весна 1985-го я купил этот. Сейчас так сразу начала хозяйничать. Сосед так же купил. Съездил в Минусинск. Что-то растет. Накупил всякой. Ну ладно. Дальше поехали. А это опять все та же Лукашевка. Почему я ее показываю? Я уже показываю это же дерево. Уже про агротехнику. Склон. Градусов 10. Это уже достаточно, чтобы вот это место было достаточно защищенным. Его никто не учил. Этот сосед был Толик Киселев. Потом ушел к предпринимателю. Удача, неудача. Ну, на ровном месте получилось. Я бы нет. И она сейчас была бы жива. Я следил за ней. Если бы ее сосед не спирил, потому что эти груши есть невозможно. Это был уровень Минусинского плодопитомника 35 лет назад. И сейчас не знаю. Моростойкость идеальная. Но есть ее нельзя. И оттуда и пошла молва, пока я не успокоился. Но тогда уже пошла молва, что в Сибири сладкий груш не видать. Или мерзнут, или невкусные. Еще один момент к этим, к феям, к этим клоунам и к другим. Значит, что такое черный пар? Даже расшифровка есть. Вот она. Вот. Я его возненавидел, когда мой приятель прочитал, что надо это самое. Под каждое дерево по 10 ведер до начала зимы. А потом говорит, что было вот теперь еще по 10 ведер. И у него погиб, ягод, был невысад. А другой мне написал, ну, переписка была у меня уже лет 20, как я перепишусь, с очень простыми людьми, с непростыми. И вот мне человек пишет, вот все было перекопано, ни одной травинки. А вот. И говорит, сделал подзимний полив. Сделал, и перед самой зимой, потом все вроде бы нормально. Пришла весна. Снег растаял. Я увидел, говорит, трещины. Заметьте, травы не было. Трещины. Я в каждую трещину, у меня рука полностью, ладонь входила в трещины. Я почувствовал, говорит, недоброе, но было поздно. Сад был мертв. С тех пор я не то, что уж сразу возненавидел подземный полив. Я работаю по принципу. А хорошо бы ничего не делать. Дошло до того, что сейчас вообще ничего не делаю. А урожаи видели. Так вот. Это и было одно из находок. Третье, четвертое. А это вот тоже где-то. Саженец был посажен весною. Может, это даже мой саженец. Не помню я. Вот. Естественно, что для этого пришлось какую-то часть земли была. Это, скорее всего, может, даже мой. Это, скорее всего, бывшее колхозное картофельное поле. Поэтому тут претензий не принимаю. Вот. Или не мой. Но сам принцип. Опасная-то вещь, вот эти трещины. Поняли? Они возникают, если нет травы. Вот и все. И чем трава может мешать? Ведь там нет ничего. Никакой жизни нет. Грибы убиты. Муравьи убиты. Эти самые... Ну, это не при посадке. Это позже уже все. Пока восстановится. Значит, эти самые... Черви убиты. Корни нарушены, если каждый декот перекапывает. А еще подзимный полив. И все, прощай. Вот. Не выношу. Взял эту фотографию только потому, что здесь черный пар. То, что все потрескалось. Тут же. Чего не должно быть. Если не трогать почву. И еще и потому, что это груша. Вот эта груша росла у соседа. Почему я сказала, росла? Потому, что он ее убил собственной руками. Это был этот фанатик. Тот самый сосед. Помните, я говорю, когда-то в хрестоматии... Восьмой раз говорю. Ну, извините, не могу успокоиться. Знал прекрасно, чем я занимаюсь. Ну, когда я сказал, да остановись ты не количество деревьев. Они же посажены моими руками. Все были посажены моими руками. Политы были. И больше никогда. Ну, вот они уже плодоносят. Нет, Константинович, ты ничего не понимаешь с удовольствием. Повторяю, извините. Ну, это смешно же или грустно. Ты ничего не понимаешь с удовольствием. Запомни. Чем больше режешь, тем больше урожай. Вот это урожай. Да, и все. И смерть. Он пол сада убил, чертовой матери. Вот, значит, как бы это сказать-то. Вот берем идеальный случай, да. Идеальный случай оказался у Чернобаева. Вот мои груши. Вот. А вот это вот в моем саду. Значит, обратите внимание на то, что... Я уже раз говорил, но уже другую фотографию взял, уже другая. Чтоб не говорили одно и то же, старье. Вот. Почти все ветки вертикальны. Я им не мешал расти вверх. И вот чудо. Посмотрите. Иногда, вот как крупнейший специалист говорит. Большие урожаи это плохо. Деревья страдают. И там принимаете меры. Ну, меры у него простые, как пять копеек. Берешь секатор и отрезаешь ветки. Ну, я противник этого, естественно. Ну, здесь нельзя назвать большой урожай. Назовем его средний. Ну, с другой стороны. Ну, растут же на вертикальных, почти вертикальных ветках. А потом ветки отклоняются в разные стороны. Получается обычное дерево. Но вначале оно вырастет. Оно максимально защищено от этого самого. Оно же длинное, метр восемь. Оно защищено, и уж там, от всех этих дождей. Никакое прореживание я не делал. Ну, и теперь вот просто осталось, значит, знатока сюда запустить ко мне. И я еще раз скажу, они калечат деревья, которые без веток и без плодов. Без листьев. То есть, вот голая. И вот как-то не так. И то ему кажется, что загущенное. Даже без этого. А вот попробуй вот сейчас заставь. Вот в эту секунду. Я бы спецназ бы вызвал. Мне дайте власть. Вот всех, кто научил. Собрать их несколько тысяч таких. Вот. Плюс сейчас блогеры, которые за ними, как попугаи, повторяю. Собрать. Я говорю, режь, у кого рука поднимется. На, отрезай. Вот эта ветка неправильная. И эта неправильная. И эта неправильная. И эта неправильная. И все неправильно. Вот эта форма. А я сделал почему? Видите, дождь идет. Я специально в дождь снял. Специально для вас, друзья. С листика на листик. И как можно дальше. Вот. Посмотрите. И вот что интересно. Значит, когда мы берем дерево и прививаем, они никогда не повторяются. Заметили? Разве не интересно? Еще раз. Здорово, да? Ну там еще это. И резы не пасли. Я все стараюсь вам показать, в которых вы ни разу не видели. Посмотрите. Висят гроздьями. Так? Согласны? Висят на почти горизонтальных. А сорта тот же. Подвое разное. Вот. И освещенность разная. Вот. И если бы я не знал, что это одно и то же. Вот это смотрите. Вот это смотрите. Вот. То что бы это можно сказать? Что это совершенно разные деревья, да? Разве не интересно? И самое главное. Ни к тому не подходил. Ни к этому не подходил. А сейчас еще знаете, почему я показываю? Вы, как сказать, посмотрите моими глазами. Я иногда думаю, ну вы там с ума посходили. Ведь обязаны мы были отрезать вот точно, сто процентов, вот эту ветку. С плодами. То есть с будущими плодами. Вот еще раньше. А нет, так прямо сейчас. Ну не сейчас, когда плоды. А зимой подойдет железо. Идиот. С ума сошел. Это что такое? Как иметь право на штабе расти плодовые ветки? С одной стороны они растут и называют колоновитками. И морочат голову, что они существуют. С другой стороны, где уже натурально растут плодовые ветки. Они через год-два отомрут. Вначале они перестанут плодоносить. Останутся просто они с листьями. Возможно, и они отсохнут до сюда. И еще одни будут приказывать вам отрезать сейчас. Хотя им еще плодоносить. Другие отплодоносившие. Не ждать, пока отсохнет. Раны делают. Раны. Заметьте, я не случайно эти фотографии делал. Вот еще плодовое ветка. Вот еще плодовое ветка. Это все надо было уничтожить. Заранее. И вот меня всегда поражает, что смотрят люди и думают, почему они этих идиотов не различают. Почему они считают, что если человек написал, что в эти ветки лишние, они не имеют права существовать. А второй, тут же голову морочится у плодушек, у колонн, они обязательно должны быть. Ну, они такие длинные. Вот сразу расти из этой штамбы. Хотя на штамбе не положено. Два-три года, уже на второй, на третий год на штамбе не будет ни одного плодика, ни яблони. То есть ни абрикоса, ни слива, ни ветки. Нет вообще это. У них все плодоносится. У них все эти колонны на вертикальных. А показать на пятый год, на десятый колонну никто не может. А это аномалия. Так бывает. Вы думаете, это просто снимок такой. Ну, попался один плод, это же наряда Эфима, два раза больше других. Покажите мне, пожалуйста, если у меня среди 150 граммовых плодов, один 300 грамм, я семечко с него возьму. Может быть, начало нового сорта, вот такого огромного. Или будет как обычно. А потом однажды, на рассказы дальше почти как анекдот. Ну, я же на стороны, я потом вижу, никто мне ответить не может. А если ответит, то от фонаря. Не проверяю. А я взял и прочитал, хотите получить новый сорт, и семечко вырастите тысячу деревьев, и когда у вас из них две с половиной тысячи заплодоносится. Заметьте, цифра интересная была. Не больше, не меньше. Две с половиной тысячи. Одно из них будет новым сортом. Так еще надо же, чтобы это все устоялось, устаканилось. Поняли? Вот вам и ответ. Ну что, я любому подарил бы этот плод. Будете заниматься? Чтобы получить в два раза крупнее плоды. Интересно же. Вот. Это та же нарядная фимова. Видите, вот эти самые? Это я, железок, придурок. То есть, этот, недостаточно еще разбирающийся, поотрезал. Вот. Она, может быть, она все равно бы потрескалась. Тут сразу несколько получается тем у нас. Первое. Нельзя бороздавание, надо будет сама потрескаться. И вот эта вот безобидная бороздава. А которая проделана ножом, да, опасна, смертельно опасна. Откажитесь от бороздавания, кто бы вас не научил. Раз. Естественно, что пусть бы это дерево пошло отсюда. Ветка отсюда, отсюда, отсюда. Даже если они бывают, кажется, вам не полноценные эти. Но я бы не дал расти. Я уже обозрал себя за это. Вот. А они бы, допустим, тоньше вот этих вот скелетных, например. Вот. А раньше бы отблодоносили. И пусть болтаются, они ваше это дело. Тогда это дерево прослужит дольше. Это моя рекордная груша. 20-30 ведер. Это для нее был средний результат. И, наконец, начинает угасать. Я это связываю вот с этим вот самым. Со штамбом. Ну и так далее. Видите? Боковая ветка. Переделанная в это дерево. Здорово. Жаль, я это отдельно будем говорить. И про технологии, про агротехнику. И про все. И про вся. Вот. Все эти секреты откроем. Многие фотографии были, не видели. Многие видели. Вот один из секретов. На концах веток. Только подношение на концах веток. На концах. Вот оно. Вот это вот самое. Кто об этом знает, когда режут? Кто об этом знает, что режут по-живому? Груша на яблонях. Ну что, придется еще посвятить один день этому. Что у меня в каталоге есть вот эти строчки. Каталог по семенам. Теперь шафранный, фермел. Роскошнейшее яблоко. Бельфиор знаменитая. Апорт алматинский. Два дня назад вручил Чернобаеву. Попросил продать. Зайлийская новинка. Лимонка, груши. Тоже непростые. Вот. Сливы. Видите, тут чернобаевская слива. И мои есть сливы. Вот. Все это может вырасти. Что получится? Как Чернобаев, Боднар из магазинных этих получил шедевры. Вот они. Видите? Чернобаев получил из магазинных плодов шедевры. Откуда же я знаю, что у вас вырастет? Может быть, рискованно в Красноярске, в Новосибирске. Может быть, рискованно в Тюмени. Так. Ну что. Наши два часа истекли. Давайте мы... Итак. Деревья водоносят на концах веток. Никакой обрезки. Это груша, кстати. Лада, кстати. Никакой обрезки делать не то, что не надо. Нельзя. Сразу убирается часть урожая. Кто-то считает, что если мы отрываем цветы, мы не наносим ущерба. Мы спасаем дерево от перегруза. А я так и слушаю. Говорю. Вы дождитесь хотя бы одного нормального урожая. Потом будете калечить деревья. А то проблемы. Знаете, многие действительно верят в сказки. И пишут, три косточки, все, у меня три дерева. Да еще это. Чтобы деревья не выросли у меня большими. Я не буду знать, что с ними делать, куда вырожать делать. И как его доставать. И это все на полном серьезе. У нас же метод один. Садия, там видно будет. Жди. Просто жди. Я рассказывал. Между деревьями два метра, и пусть будет два. Не это. Не проезжайте. Один метр. В отдельных случаях и так и оставляйте. Вот. Вот груша лимонка. Обратите внимание. Она еще плодоносит на центральном штамбе. Но это и все. Еще год-два и все. Никаких этих самых. У некоторых уже и в это время не могут давать такие плодушки. И выращивают такие плодушки. Но это и все. Это только молодое дерево. А теперь представим себе его через 15 лет. Она якобы будет та же плодушка на этой штамбе. Вот. Обман. Вот. И это растет вертикально вниз. Так. Называют страшный сон. Страшный сон этих садистов. Опять же, она была использована в интернете. На многих сайтах. Я вам показывал. А это родная фотография с нашего, с Сергеем, сайта. Родная. Вот. Почему? Потому что так выглядела лесная красавица, когда она была лесной красавицей. То есть не видоизменилась. Вот это вот нарисовано. Причем таким расчетом, чтобы вы подумали, ух, как много груш. Куплю я эту палку и все. Вот. А даже нельзя было догадаться, что одновременно цвести и плодносить. Они не могут. Уже здесь включается мошенническая схема. Красиво. Якобы вот так цветет. Якобы. А потом каждый цветочек превращается в груш. Вот. Проблема, еще раз говорю. Ирга, боярышник, красная смородина, черная смородина. Ой, красная рябина, черная рябина. Это все, как бы сказать, тупиковые пути. Нет умудряется плевать, терять годы. Я потерял годы. Не потерял, но на черной рябине я получил дубовые плоды. А на яблоне вполне приличные. Вот качество заменителя. Я тут взял и еще одну фотографию. Это один из уникальных садоводов. Европейская Россия. Это город Овнинск. Это все к теме груш. Значит, не на что привать. Привайте на яблоню. Вот. А это дерево-сад, которое все грушевое. Я вам показываю со всех сторон. Самый удачный пример. 10 прививок. 2 погибло сразу, 8 пошло. Потом, скажем, годом убавлялись. Но на какой-то момент, смотрите, сколько сортов. Это с одного боку фотография. С другого боку это же дерево фотография. С третьего боку это же фотография. Правда, это плоды казались несъедобные. С четвертого боку это же фотография. Сейчас посмотрим, пятый бок был или нет. Вот это дерево-сад. Значит, эту фотографию, можно сказать, упрек мне. Не обрезал ничего. Одна ветка рухтала. Ну, куда столько груш? Тем более, что дерево-сады, они недолго живут. Их задача быстрее дать урожай. Нет, деревья сейчас живы. Сортов поубавилось. Вот таким вот образом. А вот пятый, вот это тоже несъедобное. То есть, тыкал по принципу. Я не знаю, зачем несъедобные груши размножать, распространять, пересылать друг к другу. И сейчас понять не могу. Вот еще одна несъедобная. Вот. Ну, это я вам уже говорил. Значит, семена хотите, выписывайте. Хотите, выращивайте. Вот. У меня это покупают. Не сказать, что быстро. Но все, конечно, не выкупят. Сейчас самое ценное. Это Апорт Анматинская, Зайлийская сам. Берфюр Китайка, Формел. Прекрасная. Сорта для того, чтобы рискнуть. Особенно где теплее, чем у нас. Вот. А вот эта вот фотография я делал на... На этом самом... На... Как она называется? На сельхозвыставке у нас. Это из груши врача Бельтяевский. Прекрасный садовод. Жаль, продолжение не имел. Оказался, его талант не востребованный. Я о нем рассказывал. Так. Теперь похоже, что наша пауза закончилась. Которая... Вот. И сейчас, наверное, мы перейдем к вопросам-ответам. Скорее всего, программа включилась. Помните, было предупреждение, что она что-то... Долго не работает. Или не хочет долго работать. Все, ждем. Два раз ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...